Блюда из оленины Уральского района. Помимо него, в рационе ноябрьских школьников северная рыба и ягоды. Ямальские деликатесы готовят еженедельно. Качество кухни отмечают даже федеральные эксперты. Повара Муравленковского многопрофильного лицея, например, не так давно стали лучшими на всероссийском конкурсе. Мы все блюда приготовили, которые мы даем детям. То есть это все то, что идет по меню. Ни больше, ни меньше. Конкуренция была очень серьезной. Дети более строгие, судьи, признаются повара. По данным окружного Роспотребнадзора, в целом по Ямалу 38% школьников отказываются от еды. Среди самых частых причин банальное невкусно. Санврачи же подозревают, дети просто перебивают аппетит фастфудом. Имеют место факты реализации запрещенной продукции. Это у нас всегда отличаются школы, где установлены аппараты выдачи пищевых продуктов. Это реализация чипсов, снеков, кириешки. Абсолютно все ямальские школы готовы обеспечить детей горячим питанием. Чтобы столовая еда нравилась каждому ребенку, стараются следовать общероссийским трендам. В 24 субъектах России появился принцип ресторанного питания. Ямал не исключение. Здесь за три месяца к проекту уже присоединились около трех десятков учреждений. Сейчас мы разработали, уже оно действует, мобильное приложение. Когда просто вот с мобильного телефона заходишь, заранее, за две недели, можно выбрать дополнительно перечень продуктов. После того, как ребенок покушал, родители, сам ребенок может дать обратную связь. То есть поставить лайк, без лайк. Голодными не оставят и тех, у кого есть ограничения в питании. Пищевая аллергия встречается все чаще. Самые распространенные реакции на молочный белок – свеклу, сладости и рыбу. В детском саду «Сказка» для таких детей – альтернативное меню. Все, во-первых, связано со здоровьем детей, чтобы пища была не только красивая, полезная. Я им замену произвожу на мясное, на куриное, чтобы это по таблице все соответствовало. Они получали такие же витамины, минералы, белки. Всем, ребята, приятного аппетита! Спасибо! Все, приступаем. Два завтрака, обед и полдник. Меню составляет технолог вместе с врачами. Около десятка блюд каждый день получают все вне зависимости от ограничений. Сыну Виктории Радушкиной категорически противопоказана рыба. Маленький кусочек этого продукта вызывает тяжелейший отек к венке. Самое интересное, что я от него услышала слово «мама, у меня замена». То есть это значит, что всем деткам вносит рыбную котлетку, а у Саши будет индивидуально, это вот куриная. Ему очень нравится, на самом деле. Он в восторге от котлет. Это его любимое блюдо, которое он кушает. Всегда доволен, ребенок сыт. В условиях Крайнего Севера детский организм особенно подвержен инфекционным заболеваниям. Дефицит питательных веществ мешает полноценной работе иммунитета. В ноябрьске по согласованию с родителями в меню включают курс биопрофилактики. Комплекс «Иммунокол Арктика» принимают воспитанники детского сада «Синеглазка» и третьей школы. Это пищевой продукт в виде молочного коктейля. В пищевой продукт добавили необходимые микронутриенты, а также витамины. Оттуда убраны все тяжелые белки, которые могут вызвать у детей пищевую аллергию. Для родителей это абсолютно бесплатно. С каждым годом на Ямале детское питание становится более сбалансированным. Еще один тренд, который пришел в регион – таблет питания. Пока оно существует только в одной школе Салихарда. Яна Джуз, Ярослав Кудринок, Александр Гончаров. Время Ямала. Ноябрьск.